Привет! Сегодня речь пойдет о ACR, первой штурмовой винтовке, которая доступна вам, мне, всем в Call of Duty Black Ops 4. Что она из себя представляет, мой опыт и рекомендации по использованию данного оружия. С вами я, Алексей, и вы на канале Кром. Итак, начинаем! За эдит спасибо ютуберу с ником Вички, ссылочка на его канал находится в описании, там вы можете посмотреть полную версию этого эдита, сделанного специально для меня. После выхода ролика о пулемете Титан, в комментарии посыпались сообщения о том, что я не понимаю ничего и самое простое оружие, с которым может бегать каждый новичок и не собирается с него переходить на что-то другое, это винтовка ACR, которая стреляет без отдачи, не требует большого умения в ведении боя и это немного меня, если честно, вело в ступор. Потому что да, это простая винтовка, но она неэффективная и горение на этот счет было, как мне кажется, необоснованным, потому что тот же паладин является более имбалансным, чем данное оружие. Ну, обо всем по порядку. А в этот раз, чтобы манки на комментаторы не писали, что я не понял пушки, сделав рассказ спустя пару дней после выхода игры, заявляю, на ACR я взял два престижа и на момент выхода этого ролика будет уже и третий, последний. Предел уже будет достигнут, поэтому думаю, я имею право что-то, да и говорить о данном оружии. А теперь переходим к оружию. ACR-7. Первое оружие оперативников Call of Duty Black Ops 4, которое, как и водится, для начального девайса должно быть простым в обращении и в меру эффективным, чтобы не отпугнуть нового игрока. Эффективная дистанция работы с этим стволом средняя, ну, может быть, даже чуточку дальняя с установленными модулями. Быстрая и удобная в обращении, благодаря чему вы не сильно теряете мобильности, и убийства по неосторожности или нерасторопности персонажа будут снижены до минимума. ACR очень хорошо подходит для обороны точек, когда вам приходится контролировать узкие проходы или же ваш тыл прикрыли ваши тиммейты. Небольшая очередь в голову отправит противника смотреть на киллкам и возмущаться от вашей подозрительной точности. Но оно и не удивительно. ACR-7 практически не имеет разброса и отдачи, стреляя просто в точку. Раздавать свинец в голову противников просто и заставляет вам удовольствие. Что касается штурма точек с данным оружием, то вам необходимо подходить к этому с умом и продвигаться от укрытия к укрытию. Не бежать в первых рядах, уступив эту привилегию товарищам по команде. Потому что если противник застанет вас врасплох, скорее всего вы растеряетесь и проиграете. Ведь неприцельная стрельба у ACR очень страдает. Говоря простым языком, он косой, но только при стрельбе навскидку. Думаю, со сферой применения мы определились, что теперь касается модулей. Прицел я не использую, потому что тут великолепная и вполне себе информативная мушка. Поэтому тратить слот на него я вам категорически не советую. Рукоятку я ставлю только на ослабление отдачи при прицеливании. Кто-то скажет, зачем он и так точный. Но вот тут дело в том, что эта рукоятка также убирает и треску при попадании по вам в ответ. И это очень важно, потому что ACR очень качает, когда по вам проходит урон. Следующими модулями обязательными для вас будут это ЦМО, цельнометаллическая оболочка и удлиненный ствол. Чтобы вы могли еще более эффективно работать на расстоянии. Почему я не рекомендую рукоятку ковбой и ЛЦУ? Да, тут все потому, что оружие это не для контактного боя. И вас перестреляют вблизи практически все что угодно. Не смотрите на футаж, который крутится сейчас на экране. Это я естественно подбирал удачные моменты, когда сражался, возможно, с более слабым противником. Или же заставал его врасплох. А вот к равному сопернику на рожон лезть с этим оружием не стоит. Вы не выйдете из ганфайта живым. ЛЦУ не сильно лечит его точность от стрельбы от бедра. И ковбой не сильно вам поможет быстрее целиться. Точнее, да, он вам поможет быстрее целиться, но это вам не сильно поможет. Поверьте, за эти три престижа я все это попробовал. И это действительно так. А да, еще есть же рукоятка второго уровня. Если честно, не заметил ее влияние, хотя написано, что она еще точнее делает оружие под подавлением. Тут на ваш выбор, вы можете либо потратить Джокер и взять ее в качестве дополнительного модуля, либо заменить ЦМО этой рукояткой, потому что при стрельбе по головам ЦМО не так важен. А стрелять нужно именно туда. А с этим оружием особенно. Что касается спецмодуля, его попросту нет. Данное оружие и так очень хорошо сбалансировано, и мне не совсем понятно, чем его еще можно было дополнить. Подводя итог. Хочется сказать, оружие хорошее и имеет очень оптимальный баланс при правильном его использовании. Те, кто горит от него, вы просто не понимаете, что с ним надо уметь правильно играть. И вас убивает, скорее всего, не новичок, а хороший игрок, потому что в руках у новичка, который бежит, сломя голову, эта пушка работать не будет от слова совсем. Имейте это в виду. Да, ACR точен, да, низкая отдача, но урон и темп стрельбы не позволят ему вас перестрелять, даже если вы будете с пистолетом при правильной вашей, конечно, позиционке. Поэтому задумайтесь о том, что вы делаете не так, если вас очень часто убивает ACR-7. На этом все. Спасибо, что смотрели этот ролик. Если он вам понравился, обязательно поддержите его лайком, как и весь прочий контент по Call of Duty Black Ops 4. Еще раз хочется сказать спасибо Вич Киду за смонтированный эдит. Надеюсь, что он станет частью команды Chrome Studio и будет делать такие эдиты почти каждому ролику. Всем хорошего дня, удачных выходных, если вы смотрите это на выходных. До скорой встречи и пока-пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok